Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Мне в комментариях писали, что давно не было кутабиков грузинских хинкалей. Манты давно не были. Я подумала, что очень давно не было жареных грузинских хинкалей. Решила это все дело исправить. Отварила, затем пожарила. Я делаю так. Здесь у нас грейпфрут, огурчики маринованные. Здесь не видно, но здесь еще есть оливки. И давайте приступим. Такой у меня сок. Ой, жира слила. Ой, какой классный золотой сад. Я такая голодная, ребят. Я настолько голодная. Сегодня с утра. Меня разбудили. Мне позвонили. Компания Aromax. Должны были мне сделать доставку. Моя посылочка шейн. Позвонили, сказали, что мы можем сделать доставку сегодня. Для вас это удобное время. Я сказала, конечно, когда вы доставите где-то через полчаса. За эти полчаса я пожарила, все приготовила. Думаю, сниму мукбанг, а потом уже они придут. И тут я уже собираюсь садиться снимать мукбанг. Звонят они, что они внизу. Спуститесь, заберите свою посылку. О, вот раз грейпфрут какой-то очень кислый. Горький. Ну, в общем, спустилась я. Забрала свою посылочку. Мама говорит, потом все это дело посмотришь. Садись снимать мукбанг. Главное, поешь. Время уже 12. Как я не хотела заставить себя сесть снимать мукбанг, но просто не смогла. Силы воли не хватило. Решила распаковать и мельком буквально за 3 минутки посмотреть, что же в посылке. Потом, когда я увидела, что в посылке, я подумала, надо померить, а вдруг не полезет. В общем, все мне подошло. Все мне очень понравилось. Кое-что я показала и в инстаграме. Платье одно. Я буду снимать для вас полноценный обзор. Спросила у вас в инстаграме, надо ли снимать. 95% ответили, что да, снимаю. Так что не пишите мне потом в комментариях, что, блин, нам неинтересно. Шейн заказываю в других местах. Ну, на удивление, всем в инстаграме очень понравилось мое платье. Я была немножко удивлена, потому что люди, как правило, особенно, мне кажется, русскоязычные, им свойственно обязательно пытаться внушить свое мнение другим. Вот если мне нравится, например, как одевается такой-то блогер, я обязательно должна написать тебе, чтобы смотреть на него, поучись. Стиль, мода, видение красиво у всех разное. Если мне нравятся джинсы скинь, я их буду носить, и никого спрашивать точно не буду. Что можно я это надену? И вам не советую. Маме тоже в этот раз очень понравились вещи. Одно платье взяла. Для жены брата. Думаю, что оно подойдет идеально, но сейчас она беременная. Не знаю, влезет ли сейчас, но в любом случае на себе хотя бы я покажу это платье вам. Кто-то начинает писать, вот постоянно под этими видео, зачем тебе столько одежды, тебе ее некуда класть. Купи одну вещь, зачем тебе 20 платьев. Все очень просто. Мне так хочется. Я делаю то, что мне хочется. Кстати, рецепт на грузинские хикали. Я вам обязательно оставлю в инфобоксе. Переходите, порадуйте мою мамочку, посмотрите это видео. Поставьте лайк. Причем очень хороший рецепт. Просто вот эти заготовки приготовлены грузинские хикали. Сначала варите, а потом жарите. Хотя можно сразу пожарить. Я где-то минут 7 варила. И потом минут 15, наверное, жарила. Сковородка полная воды. Ой, воды. Масса. Совсем забыла про кетчуп. Ну, блин, и так вкусно. Знаете, даже без кетчуп. Обалденно. Давайте сделаем вот так. И давайте отвечу на один вопрос. Который вчера ставил опросник. Я заскринила. Здравствуйте, Айка. Могли бы ли вы посоветовать носить брекеты после того, как не остались довольны результатом? Знаете, брекеты это дело такое, знаете, тонкое. И мне кажется, тут надо очень тщательно выбирать врача. Я как бы не прям на 100% довольна своими зубами. И когда мне снимали брекеты, мне сделали отбеливание. И после этого отбеливания у меня суперчувствительные зубы до сих пор. Прикиньте, уже сколько лет прошло. Где-то 3 года назад мне сняли брекеты. Да, помню, я только канал свой начала. И зубы были суперчувствительные, но белые, красивые. Я понимаю, что это эстетическая красота. Не стоит здоровья зубов. В том плане отбеливания, я имею в виду. То есть я не могу хаять эту процедуру, просто потому, что мне не повезло с врачом. Но есть варианты и похуже. Недавно увидела в видео. Девочка носила брекеты 3 года. И у нее здесь между зубами такое расстояние, аж палец. Можно засунуть туда. То есть никакого результата просто. Так что у меня хоть какой-то результат, он есть. Весь период ношения брекетов Постоянно у меня болели зубы. Я раз в неделю ходила на затяжку. Мне поуже затягивали. И все, ближайший день у меня очень сильно болели зубы. Это была прям какая-то каторга. Если я когда-то решу сделать виниры, я буду делать в самом дорогом месте, у самого лучшего специалиста. Больше я свое здоровье не доверю, кому попало. Мой стематолог находился очень близко ко мне. Плюс моя одногруппница ехала с другого конца города к нему. И она его очень хвалила. И я подумала, ну а что нет. У меня был зуб с карисом. И он мне поставил брекеты на зуб с карисом. Прикиньте. Короче, если спросить меня, жалею ли я о том, что я поставила брекеты, нет, не жалею. Просто надо было обратиться к хорошему специалисту. Это раз. Во-вторых, надо было лучше соблюдать гигиену. А так, сейчас у меня прямые зубы. Вот даже не хочется добавлять кетчуп настолько вкусно и без кетчупа. Например, моя одногруппница носила брекеты. Точнее, это был поток. И у нее просто идеальные стали зубы. Идеальные. Такое ощущение, что винир большие. Белоснежные зубы. Она тоже брекеты носила. Но мне врач объяснил, что это дело в зубах. У меня сами зубы такие мелкие, а у нее как бы крупные. И тут ничего не поделаешь. Просто идеальная улыбка. Когда она улыбалась, я постоянно на нее смотрела и офигевала от того, что какие крутые зубы. И все у нее, кстати, всегда спрашивали про зубы. Очень было похоже на виниры. Все равно, когда свои зубы, они не идеально ровные. А у нее были нечто. В общем, когда я ее увидела, я спросила у нее, блин, какие у тебя крутые зубы. И она говорит, это не всегда так было. Я носила брекеты. И тут в мою светлую головушку пришла идея. Я как раз тот период лечила зубки. И мне стоматолог предложил поставить брекеты. Было бы очень круто. Просто многие ошибочно предполагают, что как только ты носишь брекеты, у тебя все идеальные зубы. Я бы не сказала, что идеальные, просто лучше, чем есть. Без кетчупа идет. Просто обалденно. Хотя кетчуп у меня рядом. Я могу прям сверху налить, но не хочется. И без груда. Я поела, наелась. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на мой канал. Кому интересны бумажные сюрпризы. Я вам оставлю ссылочку на мой второй канал. Спасибо огромное за 6 тысяч, которые вы мне добили на втором канале. Всех люблю. Пока.